Канализационные отходы, вонь и ржавые трубы. Подвал дома номер 79, дробь 1 по улице Ленина затоплен водой и зловонными массами. Местные жители просят помощи у властей и коммунальщиков, но уже год ситуация не меняется. Подробности у Анастасии Проурзиной. Аскольчанка Людмила Лихачёва в доме номер 79 по улице Ленина живёт с 1973 года. Год назад размеренную жизнь пенсионерки нарушил едкий запах канализации. Там что-то течёт, прорвала вся вот эта вонь, вы слышите эту вонь, даже только подходишь к лестнице, и всё, уже невозможно дышать. Мошки какие-то летают, подвал вообще. Там же есть у людей подвал, где-то консервацию держат, картошка лежит, всё. Туда нельзя подняться, вот только по порожкам спустят, а тут уже всё это местиво. В доме помимо пенсионеров много семей с детьми. Проблема не обошла стороной ни одного жильца. Запах канализации доходит и до последнего, четвёртого этажа. Проветривание тоже не помогает. Вонь попадает в квартиры с улицы. У нас вонь. У меня дома мошки, и мошек очень много в квартире. Поэтому, вы сами понимаете, мы этим дышим. А дышат не только мы, дети дышат. А дети тут живут на каждом этаже, по две, по три семьи на каждом этаже, именно деток маленьких. По словам жителей, обращались они уже во все инстанции. Но вместо помощи их водят по кругу. Из управляющей компании, в водоканал и обратно. Подавали заявление в прокуратуру. За год старшая по дому Евгения Ювашова собрала увесистую папку с документами. Писем писала я очень много. С сентября месяца прошлого года. Мы, поначалу мы не писали, как бы мы обращались, звонили на водоканал, чтобы нам приняли нашу заявку, значит, обращались в нашу управляющую компанию, значит, чтобы они как-то обратили на нас внимание. Приходили сантехники. Ну, как бы, я не знаю, это назвать можно чисткой, нет. Тросом. Здесь в колодце, значит, там что-то шуршат. Ну и все на этом. Вытаскивали пару раз. Они типа влажных салфеток что-то такое. Вскоре канализация снова забилась. Вернулась вонь, а в подвале снова потекла вода. Тогда Скольченко написала губернатору и в Роспотребнадзор. Начали, значит, приходить отписки, что это не наша компетенция. СС вообще сказал, что это не мы, к нам это не касается. Значит, губ водоканал ссылается на управляющую компанию, управляющая компания на губ водоканал. Не сразу, но засор устранили. И снова ненадолго. В августе канализационная вонь опять напомнила о себе. А залатанную в нескольких местах трубу вновь прорвала. В водоканале жильцам сказали, рабочих не хватает, ждите очередь. Ждут до сих пор.